Russian Startup Tour стартует завтра, а сегодня наша съемочная группа побывала у участников этого мероприятия в пятой гимназии, которая является школой Сколково и в чебоксарском филиале компании Диасофт. Гимназию действительно можно назвать инновационной площадкой. Здесь ученики средних классов проводят опыты и исследования, а в старших создают проекты и программы. Биология – это наука не кабинетная. И вот для того, чтобы не засушить ребенка знаниями, а для того, чтобы у него был живой интерес, чтобы удовлетворить его научное любопытство, у нас была организована биолаборатория. Сюда она называется «Открытая». Сюда ребенок имеет открытый доступ. В биолаборатории занимаются по двум направлениям. Первая группа ребят – это те, кто выбрал биологию профильным предметом. Они работают на платформе международного сетевого проекта Global Lab – глобальная школьная лаборатория. Это дает возможность ребятам обмениваться на форумах своими результатами. Каждый ученик может стать автором проекта. Другая группа биологией занимается в свободное время. И платформа у них другая – это электронный ресурс «Микролаборатория по биологии». Программа создана в стенах самой гимназии. Отчет каждого ученика в электронной форме обязателен. Я иду на врача, и биология для меня очень важна. И поэтому я пошел на этот курс, потому что он может многое дать мне. Если мы будем изучать животных или растения, то животные очень схожи с человеком. И мне это в дальнейшем похоже – изучение медицины. В пятой гимназии разработаны две программы для проведения дистанционных олимпиад и две для тестирования учеников и учителей. При помощи первых олимпиады можно проводить сразу по всей республике. И проверка результатов займет считанные минуты. И все это дело рук инициативной группы старшеклассников под руководством учителей информатики. Конечно, это делалось под руководством нашей гимназии. За основу мы брали свободный программ с печенью. Иначе говоря, бесплатные программы. Мы дистрирули их под себя и уже активно используем не только в нашей гимназии, но и по всей республике. И культуру родного края гимназисты изучают необычным способом. Знакомиться с историей Чуваша, их традициями, местами проживания. Полученные знания выливаются в вполне реальные проекты. Сначала в компьютерной программе 3D Max школьники конструируют, а потом для большей наглядности делают макеты. Одна из последних выдающихся работ гимназистов – проект создания этнической деревни для туристов. Команда ребят, которая работала над проектом, написала даже бизнес-план. Мы просчитали сумму, которая потребуется для изготовления конкретно этих вещей. Собственные пробы и ошибки дают возможность в будущем найти оптимальную модель обучения. Задача Сколковская как раз школы, чтобы мы сделали авторские учебные программы и уже помогали образовательные программы и основной школы, и старшей школы, и уже транслировали по России. Мы сейчас вошли в сетевую старшую школу. С авторами являются город Москва Алексей Борисович Воронцов, автор с федеральных стандартов, Михаил Черевных, город Ижевск, гуманитарный лицей и наша гимназия. Это совершенно новая модель старшей школы, и мы являемся авторами дистанционных программ и по химии, и по биологии. Еще одна инновационная площадка – компания «Диасофт». Она поставила для себя цель войти в проект Сколково. Это не секрет, да, определенные, так сказать, экономические преференции по этому проекту. Дальше возможность вообще участвовать во всероссийской информационной, так сказать, революции, так скажем. Порядка 30% банков Российской Федерации работают на наших программных продуктах. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика.